Свежее заявление по итогам, хотя, наверное, пока рано говорить еще по итогам, но в тракте, да, вот в ходе встречи Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, Британия предлагает Украине масштабную программу подготовки военных рас. Борис Джонсон предложил начать масштабную программу на, во-первых, тренировке до 10 тысяч украинских военных, это численность, длительность каждые 120 дней, это также второй момент. Ну и вот давайте, наверное, эту самую свежую информацию сейчас прокомментируем, отреагируем, насколько она повлияет на обороноспособность Украины. Ну это очень огромная помощь, очень. Фактически Великобритания берет на себя подготовку вооруженных сил Украины. 10 тысяч человек, это практически три бригады. Они могут нам помочь в подготовке бригадных комплектов. Потом эти люди просто будут получать западную технику, которая будет нам приходить либо по Ленд-Лизу, либо по программе перевооружения нашей армии на западные образцы вооружения, которую должны объявить и уже анонсировал Ян Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. И мы фактически получим с вами новые вооруженные силы западного образца, по западному стандарту. Олег, а если говорить о том запросе, который ранее звучал, то есть в контексте деоккупации украинских территорий, в контексте полного освобождения, и, по-моему, Анна Малер в начале этой недели говорила о том, что у нас фактически десятая часть есть того вооружения, которое необходимо для таких действий, для такого процесса. Насколько вероятно получение вот такого объема и в какие сроки вооружения? Ну, давайте уточним. Дословно Анна Малер сказала, что 10% от того, что мы хотим. Да. Хотим и согласованы, это немного разные вещи. Да, я соглашусь, допустим, даже с Михаилом Подолеком вот в тех цифрах, которые он назвал. Для нас это не огромные цифры. Для нас это, я бы так сказал, минимальный комплект для формирования контрнаступательной группировки. Почему? Потому что довольно большая все-таки группировка российских войск находится сегодня на нашей территории. И поэтому, а и судя по масштабам, которые анонсируют Соединенные Штаты, вот я имею в виду заявление Лойда Остина, министра обороны США, что Украина получит все необходимое количество вооружений. И вот такое предложение, допустим, от Бориса Джонсона о том, что они готовы обучать наших солдат в количестве до 10 тысяч человек, это говорит о том, что мы все это получим, и у нас есть все шансы закончить эту войну, не растягивая ее на годы. Субтитры создавал DimaTorzok